В зале Кубанского казачьего хора собрались его коллеги, друзья, члены семьи, депутаты ЗСК, руководители структурных подразделений. Среди тех, кто пришел вспомнить Николая Кондратенко, был и губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что с именем этого человека связана целая эпоха. Все, кто знал Николая Игнатовича лично и видел его только со стороны, судили его по делам. Он был не просто одаренным политиком, он был патриотом своего края, подчеркнул глава региона. Он был лидером, настоящим борцом за интересы кубанцев. Николай Игнатович никогда не использовал политическую трибуну или политику для достижения собственных целей, каких-то дивидендов. Он никогда себе не мог позволить, чтобы использовать какую-то даже экономическую ситуацию, промашку, для того, чтобы поднять себя над ситуацией, или сказать, что я вот какой умный, я какой смелый, а все там негодяи. Вот этому можно было у него учиться. То есть благо людей, благо народа, вот его основная цель. Ни в коем случае не собственная амбиция. Коллеги Николая Кондратенко рассказывали о совместной работе с ним, о его стиле управления в непростые 90-е. Спикер Кубанского парламента Владимир Бикетов отметил, что, несмотря на все сложности, Кондратенко удалось сохранить экономическую и политическую стабильность на Кубани. Николай Игнатович Кондратенко появляется в тяжелые периоды отечественной истории, чтобы принять на себя тот груз, который не под силу прочим. Ему удалось сделать очень многое. И мы должны взять лучшее из опыта того времени, учитывать его в текущей работе. После пленарного заседания участники разошлись по секциям. Именно там они говорили о социальном развитии края в кризисных условиях и патриотическом воспитании молодежи. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.